Мёда, воска, пыльцы Маточкина молочка и других ценных биологически активных продуктов пчеловодства А экономический эффект отопыления энтомофильных сельскохозяйственных культур Примерно в 10 раз больше, чем от прямых продуктов пчеловодства Но численность пчелиных семей в отдельных регионах нашей страны Не соответствует имеющимся медоносным ресурсам и потребностям для эффективного опыления Естественный способ размножения пчелиных семей – раение В улье сильных семей должно быть не менее 9-10 улочек, плотно занятых пчелами Обильные запасы мёда и перги – полноценная матка не старше трёх лет В сильной семье матка откладывает крупные яйца Из которых появляются полноценные пчелы, обладающие высокой жизнеспособностью В настоящее время большой вред пчеловодству Наносят варроатоз При ускоренном воспроизводстве пчелиных семей Необходимо учитывать биологию развития клеща варро Для эффективной борьбы с ним Живёт клещ на пчеле А для размножения самка клеща заползает в ячейку с открытым расплодом Перед его запечатыванием Самка клеща откладывает яйца непосредственно на личинку пчелы Паразитирование клеща на личинках приводит к появлению пчёл с недоразвитыми крыльями, хоботком Такая пчела не принесёт в улей ни капли нектара При высокой заклещованности пчёл семья малопродуктивна, а часто и нежизнеспособна Сильная семья с наступлением весеннего медосбора начинает интенсивно расти Постепенно в ней накапливаются физиологически молодые пчёлы, не занятые работой в семье Создаются предпосылки для роения Пчёлы закладывают маточники Рой может улететь, и не каждый можно вернуть на пасеку Сбор роя – непростая задача Естественное роение – слабо контролируемый способ размножения пчелиных семей Пчелиные семья Размножают путём формирования отводков Эти способы Разработаны в научно-исследовательском институте пчеловодства Сформированные в оптимальные сроки отводки Вырастают в полноценные семьи к главному медосбору Обеспечивают себя кормовыми запасами И дают товарный мёд в текущем сезоне От сильных семей отводки формируют раньше Сроки начала формирования отводков Высчитываются применительно к конкретным медосборным и климатическим условиям местности Чтобы получить новые сильные семьи Надо проделать комплекс работ Весной из улья с семьёй удаляют пустые соты Сокращают гнездо и ставят соты с полноценным кормом Утепляют гнездо семьи пчёл Боковыми и верхними утеплительными подушками Для сохранения тепла сокращают литок При недостаточном количестве мёда Дают канди или сироп Ульи расставляют на открытых солнечных местах На подставках высотой до 40 сантиметров Пасека оборудуется поилкой Проводится обработка пчелиной семи Одним из разрешённых акарицидов Кроме того, для борьбы с вароатозом Необходимо систематически очищать подрамник И систематически вырезать трудневой расплод Для будущих отводков необходимо вырастить маток Искусственно можно выводить маток Не уступающих по качеству роевыл Для вывода маток нужны крупные яйца Поэтому за 7-10 дней до плановой прививки личинок Надо побудить матку к снижению яйцекладки Для этого находят матку Сод с ней ставят в изолятор Сокращают гнездо И дают обильную подкормку Чтобы пчелы залили много ячеек кормом Для выращивания маток делаются мисочки Прививочные рамки готовятся заранее За сутки до прививки личинок Рано утром от семьи воспитательницы отбирают матку Утром в день прививки В гнезде делают колодец Куда через 4-6 часов Помещают прививочную рамку с личинками Через 5 дней личинки будут выращены И маточники запечатаны Чтобы после выхода первой матки Остальные не были уничтожены пчелами На 10-й день со дня прививки личинок Маточники заключают в клеточке Снабженные кормом Полноценных маток Пчелы семьи воспитательницы Выращивают в течение 15 дней Каждую выведенную матку Ставят в специальный улей Нуклеус После того, как пчелы примут ее И по достижению половой зрелости Она вылетает на спаривание с труднями Наиболее прогрессивный метод получения плодных маток Инструментальное осеменение Ульи для отводков готовят заранее Способы формирования отводков Различаются тем, какая используется матка Плодная или неплодная И расплод Зрелый, печатный Или молодой, открытый Либо вообще без расплода Но при всех способах Сама технология формирования отводков Одинакова Отводки формируют во время хорошего лета пчел И при наличии хотя бы поддерживающего медосбора в природе На период работы Матку накрывают колпачком Чтобы она не попала в отводок В новой улей ставят пустые соты Разделительную доску Отобранные соты с расплодом Вместе с пчелами Из основной семьи Переносят в новой улей Предназначенной для отводка В улей с отводком Дополнительно стряхивают молодых пчел С двух сотов С открытым расплодом Ставят два сота Со свежей пергой и медом Отводок утепляют Взамен отобранных В основную семью ставят Кормовые и пустые соты По окончании работы Освобождают матку В основной семье Через 12-17 дней От основных семей Формируют еще по два отводка С плодными матками Через 3-4 часа В отводок дают матку Сформированные отводки Увозят за 5 километров От основной семьи С целью исключения Слета пчел И перезаражения При формировании отводков Следует учитывать Что клещ живет на пчеле В открытом расплоде С личинками старше 4 дней И в печатном расплоде С учетом этого С учетом этого Надо проводить Акарицидную обработку Так, чтобы максимально Поразить клещей При формировании Безрасплодных отводков С плодной маткой Все клещи находятся Исключительно на пчелах Поэтому их надо Обработать в первой же день Для получения Незараженного расплода Вторая обработка Проводится через 7 дней После начала кладки яиц Маткой Рассмотрим формирование Отводка Созрелым печатным расплодом И плодной маткой Поскольку самка клеща Варро Проникает в ячейки На седьмой день После начала яйцекладки То и обработка Акарицидом Проводится через 7 дней Обработку надо повторить И на 12-й день Так как выйдут пчелы Из всего печатного расплода А вместе с ними Выйдут и клещи Их надо уничтожить Если используется Молодой открытый расплод Возраст личинок Не старше 4 дней Обработка проводится В день формирования Чтобы самка клеща Не проникла в ячейки С личинками пчел И повторно На седьмой день С момента начала Кладки яиц При формировании Отводков Исключительно С печатным расплодом И неплодной маткой До начала Кладки яиц маткой Проходит не менее Восьми дней За это время Выходит Практически Весь расплод Все клещи Будут находиться На пчелах И надо провести Первую обработку Вторая проводится Через 5-6 дней Формирование отводков Формирование отводков Позволяет резко увеличить Численность пчелиных семей Исключить естественное раение Увеличить продуктивность пасек В среднем на 36% Значительно поднять Урожайность Энтомофильных Сельскохозяйственных культур И повысить Качество плодов И семян Играет музыка Тишина безветренного полдня Тонким дрожащим гудом Наполнен воздух Мы в научно-исследовательском Институте пчеловодства Вольготно живется здесь пчелам Цветочная пыльца и нектар В самом широком ассортименте Ученые выясняют На какие растения Охотнее всего летят пчелы Изучают их роль в опылении Ведь от правильно подобранной Кормовой базы Во многом зависит Производительность Крылатых медосборщиц Здесь успешно занимаются Селекцией Выводят новые породы Для самых различных Климатических зон страны Здесь упорно ищут методы Профилактики и борьбы С пчелинами болезнями А в отделе биологии В биофизической лаборатории Изучает пчелиный язык Да-да, у пчел существует Довольно совершенная Звуковая сигнализация Можно поставить в уле микрофон И услышать различные разговоры Даже записать их на пленку Это не просто забава По звучанию пчелиной семьи Судят о ее биологическом состоянии Установлено, например, что Сигналами частотой 210-240 Гц Безматочная семья Реагирует на появление матки Видите матку? Характер сигнала Свидетельствует о том, что она принята Бывает, что по каким-то причинам Семья не желает принять матку Убивает ее И тогда сигналы Носят иной характер Сравните частотно-амплитудные Характеристики этих звуков Зафиксированные фотопленкой Различие очевидно Или вот танцующие пчелы Известно, что вернувшись С хорошей добычей разведчица Вот таким своеобразным танцем Сообщает другим рабочим пчелам Адрес места, где только что побывала Танцу сопутствует всегда и песня Чем больше длительность Озвученной фазы танца Чем больше в песне импульсов Тем дальше находится Атулия источник корма Для каждой дистанции Свой строго определенный Акустический показатель А теперь послушаем Чем озабочен этот пока еще Бездомный рой Тут идет что-то вроде обсуждения Где поселиться Чтобы недалеко летать на работу Это разведчицы-фуражиры Обследуют кормовую базу Возвращаются Рассказывают Да, типичная информация О дистанции до места обильного медосбора Улетают на поиски Разведчицы-квартирмейстеры Улив несколько А поселиться надо в одном Потому танец пчел-квартирмейстеров Квартирмейстеров длительнее фуражирского Нужно время на сопоставление На выбор Постепенно один какой-нибудь маршрут Становится общим для большинства разведчиц-квартирмейстеров Выбор сделан И подается особый сигнал Общего сбора Этот сигнал На частотах 400-550 Гц Самый интенсивный из всех Общее сильнейшее возбуждение И заселение улья Начинается С новосельем, великие труженицы Научиться понимать И воспроизводить звуковые сигналы Значит научиться управлять Жизнью пчел Субтитры создавал DimaTorzok